На прошлой лекции мы с вами говорили об особенностях обучения в магистратуре. Я подчеркивала о том, что академически эта программа гораздо более сложная и требует обрабатывать большее количество информации, чем на программе бакалавриата. Это ставит перед учащимися задачу, как же переварить огромный объем знаний. Как правило, 2-3 книжки по каждому предмету, написание письменной работы, которая ссылается на 10 источников, требуют от вас многого чтения и систематизации того, что вы прочли. Сегодня мы поговорим именно об этом, как перерабатывать, систематизировать и конспектировать то, что вы читаете. Задача систематизации решается различными путями. В богословском и в научном исследовании принято прежде всего обращать внимание на понятия, которые используются. Так, при изучении мной одного из курсов по богословию, нам на первом уроке выдали словарь бегословских терминов и сказали, что через две недели мы должны знать их наизусть. Как вы понимаете, задача эта была совершенно не вдохновляющей и тяжеловесной учить слова, которые для вас странно звучат и особенно не имеют смысла. Тем не менее, вы понимаете, когда мы освоили весь этот понятийный аппарат, дальнейшее обучение по другим предметам стало намного легче. Другой путь систематизации это схема материала. Очень часто, когда вы будете читать техническую литературу, вы увидите применение схем, обобщенных графиков и таблиц. Это те темы, это те способы, которые помогают систематизировать информацию, представить ее в графическом виде. Как правило, для тех людей, которые используют визуальные каналы восприятия, это намного облегчает обучение. Поэтому, когда вы занимаетесь каким-то предметом, настоятельно рекомендую вам обобщать и систематизировать информацию в виде различных графиков, образов или схем. Это то, что впоследствии поможет вам легко воспроизвести эту информацию во время экзамена. В последнее время появилось достаточно много предложений, которые решают проблему тайм-менеджмента, но также помогают представить информацию в графическом виде. Так, например, приложение Freemind позволяет вам рисовать графики, систематизировать и делает наибольшее количество отвердений, которое вам возможно. Посмотрите, какие продукты существуют, и выберите те, которые наиболее подходят вам, вашему каналу восприятия и тому, как вы можете записывать, ввести конспекты во время обучения на магистратуре. Задачей систематизации информации очень часто используется конспектирование. Что это такое? Конспектирование – это краткая запись информации, которую вы прослушали на лекции или прочитали в книге. Конспекты помогают перевести информацию из кратковременной в долговременную память. Они делают информацию ясной и связанной между собой. Давайте рассмотрим конспектирование более подробно. Прежде всего, магистратура часто использует лекционный формат занятий. Это значит, вам придется сидеть перед преподавателем, который будет рассказывать вам о той или иной теме. Как правильно вести конспект? Как сделать так, чтобы ваш конспект послужил той шпаргалкой, которую вы будете использовать перед подготовкой к экзамену? Прежде всего, когда вы ведете конспект, вам нужно понимать, какова цель этого курса. Мы уже говорили, что описание курса является проводником и ответом на этот вопрос. Как правило, там четко сказаны цели, задачи и то, что хочет достичь преподаватель, преподавая этот курс. Поэтому обратите внимание на то, что там написано. И при конспектировании делайте акценты именно на эти фразы. Одной из самых главных задач конспектирования является выделение главных мыслей. Если вы будете соотносить рассказ преподавателя с тем, что написано в описании курса, вам будет понятно, какая из этой информации является главной, какая является явным отступлением от темы. Обращайте внимание на то, какие записи ведет преподаватель на доске. Как правило, преподаватели выделяют главные мысли и показывают связи между теми понятиями, о которых рассказывают. Если вы будете фиксировать в своей тетради то, что преподаватель записывает на доске и вносить туда собственные комментарии, этого будет вполне достаточно, чтобы потом вы могли самостоятельно пройти материал и запомнить его к экзамену. Различные преподаватели по-разному ведут свои лекции. Некоторые из них имеют жесткую структуру, некоторые более свободно относятся к структуре и просто излагают свой материал так, как они понимают. Поэтому очень важно приспособиться к индивидуальному стилю преподавателя и смотреть, каким образом он развивает главную мысль. Некоторые преподаватели используют много образов, иллюстраций. В зависимости от того, насколько подробно они это делают, вы можете либо записывать эти образы кратко, либо вы можете просто игнорировать их. Некоторые преподаватели во время проведения лекции делают отступления. Часто это делается для того, чтобы студенты могли немного отдохнуть, расслабиться и перейти к дальнейшему изучению. Отступление темы явно не нужно фиксировать. Как правило, это истории жизни, анекдоты или какие-то случаи, которые произошли во время работы. Обращайте внимание на главное, а все второстепенное оставляйте за пределами вашего конспекта. У некоторых студентов встает проблема, как записывать правильный конспект. Здесь тоже есть несколько рекомендаций. Прежде всего, не записывайте все. Эта ошибка характерна для студентов, которые начинают свое обучение в магистратуре и пришли только что из школы. В школе часто преподаватели диктуют и требуют дословной записи того, что они говорят. Эти требования отсутствуют в программах высшего образования. Записывать нужно только главное. Иногда для фиксирования конспекта достаточно определять только тезисы, только главные слова, которые говорят преподаватели. Для записывания очень полезно выделить свою систему обозначения. Каким-то образом или сокращениями выделить те части, которые часто повторяются, те слова, которые часто повторяются в этом предмете. Вы можете придумывать им какую-то запись или даже рисунок. За счет сокращения понятий вы можете существенно облегчить записи и конспектирование. Очень эффективно использовать схемы или наглядные рисунки того, что вам говорится на лекции. Для того, чтобы нарисовать схему, вам требуется пропустить эту информацию через себя, доставить что-то свое. И это приводит к тому, что информация воспроизводится еще один раз, что благотворно влияет на ее запоминание. Возможно, когда вы будете готовиться к экзаменам, вам будет просто достаточно бросить одного взгляда на схему и посмотреть, какие понятия и в какой взаимосвязи там стоят. Некоторые студенты используют цветовые обозначения для того, чтобы обозначить информацию различной степени важности. Так, красным подчеркивается что-то особо важное, а зеленым подчеркивается та информация, которая, может быть, никогда вам больше не потребуется. В некоторых случаях лекция бывает настолько сумбурной, что сложно выделить главное, сложно увидеть структуру. В этом случае я вам рекомендую задать вопрос лектору, что из того, что сегодня прочитывается, будет на экзамене или что он считает наиболее важным. Как правило, лекторы и учителя с удовольствием отвечают на такие вопросы, и тем самым они сами делают работу по выделению главной мысли на данной лекции. После того, как вы сделали конспект, полезно его переработать. Если вы обращаетесь к нему исключительно во время записывания, то существует большая вероятность того, что информация забудется к моменту, когда вам в декабре нужно будет сдавать сессию. Если вы помните, в нашей лекции о памяти мы говорили, что многократное повторение материала способствует хорошему запоминанию информации. Поэтому после того, как лекция записана, перед тем, как следующая лекция будет прочитана, полезно пролистать ее и обработать ту информацию, которую вы уже записали. Для того, чтобы вы могли внести туда какие-то собственные поправки, полезно оставлять поля. Поля – это то место, где вы можете поставить знак вопроса, если вам непонятно, записать собственные мысли, которые пришли вам в голову, когда вы перечитываете конспект вновь, или уточнить информацию, которая оказалась непонятной для вас. При просмотре конспекта также очень важно обращать внимание на следующие детали. Прежде всего, термины и понятия, которые используются. Их можно выделить каким-то цветом. Также о взаимосвязи этих терминов и понятий. Как из одного следует другого, а из этого следует третий. И также нужно обращать внимание на ту аргументацию и те доказательства, которые лектор приводит в своих рассуждениях. Именно эти логические приемы поможет сделать вам информацию наиболее ясной и систематизированной. Мы поговорили о конспектировании на лекции. Как быть в том случае, если вам нужно законспектировать какую-то книжку? Давайте немножко поговорим об этом. Точно так же, как и в лекциях, вам нужно обращать внимание на те термины, которые используются в книге. Несмотря на то, что это кажется очевидным, эта работа занимает достаточно много времени. Вам нужно не только выделить то слово, которым термин обозначает, но что автор имеет в виду под этим словом. Основная неразбериха с термином возникает из-за того, что авторы зачастую используют те же самые слова, но вкладывают в них абсолютно разный смысл. Даже в книжках об Иисусе Христе, если вы будете читать богословскую литературу, все воспринимают его по-разному. Для кого-то он Божий Сын, а для кого-то он просто учитель, который был дан человечеству, чтобы показать пример обучения. Поэтому очень важно записывать семантическое значение терминов, которые вы встречаете в книге. Сделать это не так-то сложно. Дело в том, что самые главные мысли, как правило, авторы выносят на видное место. Часто главные мысли и термины встречаются в самом заглавии книги. В некоторых случаях они указываются в начале или в конце. Поэтому для тех людей, которые изучают учебную литературу, очень важно читать введение и заключение. Как правило, введение и заключение собраны основные мысли, которые будут рассмотрены в книге. Обычные главные мысли книги сформулированы автором в одно или два предложения, поэтому у них нетрудно выделить и понять. Также нужно помнить, что в некоторых случаях авторы используют метафоры или образы для того, чтобы раскрыть главную мысль. Поэтому главная мысль может быть сформулирована иносказательно. Итак, мы с вами поговорили о том, какие существуют методы систематизации информации. Поговорили, как важно ввести конспекты и какие есть особенности конспектирования на лекции и при чтении литературы.